АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Я ещё не знаком вам пока. Я уже много лет не выхожу с Алексеем Игоревичем. Но я много о вас рассказывал в первом отделении. Правда? То есть многие знают, как меня зовут. Все доброго рассказывал. Я тоже, кстати, многое узнал об Алексея Игоревиче из первого отделения. Я тут постоял в кулисах и должен сказать, что для меня были просто некоторые факты из биографии Алексея Игоревича для меня стали просто откровением. Как он заклинал дождь, предварительно накатив и раздевшись до трусов. Это просто... Вы знаете, Алексей Игоревич, мне страшно рядом с вами стоять на одной сцене. Вы не бойтесь, я сейчас этого делать не буду. Я практически обещаю. Но вам я никогда этого не рассказал. Мне стеснялось все-таки у вас еще. На кочках цветочки, за кочками лес, На дальний глухой полустанычек, На ладе в пилу до рубанычек. С утра мы приехали строить навес на дачу к Евгению Ивановичу. А дачи-то дачи и нет у него. Купил он участок заброшенный, О, Мария Жанечка, душою морскою в папанечку. Расписывать всем, как она хороша, Часами он может за чайничком. Но нам не до чаю мы рвемся скорее, А дачи-то гнет его ради кулюлит, Прохладною мальскою ноченькой. Но строит, устроит он прочненько, А дачи все нет, а мотор барахлит. Плевать не себе же, а доченьке. Я знаю, дача будет, Я знаю, в саду цвесть, Способны наши люди Не спать, не пить, не есть. Таскать кирпич под мышкой, Век путаться в долгах, Чтоб свить гнездо детишкам У черта на раках. Голомая по пальцам торопимся мы Хозяйство Евгения Ивановичева Навесом укрытий, Бо мало ли чего, Чтобы больше Евгении Ивановичу Не оборачивать пленкою На ночь и пол. Не ждите, что вам начнут айфоны сюда слать. Хотя у нас была идея однажды Сделать такой концерт. Мы два года назад выступали в университете, Была такая идея сделать... Дать номер телефона, Чтобы смс-ки слали, А мы отвечали прямо на сцене. Потом мы поняли, Что будет бардак вместо концерта. То рыдает, то хохочет, То на кухню к нам тайгу, Просочится ветер хочет, Притворяясь сквозняком. Снег упал на всю округу, За окном темным-темном. Мы не глядя друг на друга, Пьем шепучее вино. А вина-то кот наплакал, А цена-то дорога. Наши вечные заплаты, Наши дикие бега, Наши дети, Наши ругань. Это было так давно, Мы не глядя друг на друга, Пьем шепучее вино. О взаимных наших боях Рассуждаем мы и шутя, А во мраке что-то воет, Что-то плачет, как дитя. То ли время, то ли вьюга, Впрочем, это все равно, Ведь со мной моя подруга И шепучее вино. То ли время, то ли вьюга, Впрочем, это все равно, Ведь со мной моя подруга И шепучее вино. Вы знаете, мы тут начали сразу Поем, ни слова не говорим, Просто вот поем и поем. И хорошо, да? Ни слова не говорим. Нет, я не могу удержаться. Вы же тут за двоих наговорили В первом отделении. Ну вот Георгий Иванович, да, Меня устыдил, что я много говорил, Мало пел, верно. Теперь мы будем мало говорить. Насчет мало говорить не обещаю. Набит межзвездной пустотой Оба кармана Тихо, как вор, В город проникнет ночь И одуревший от весны Дворник Степана Дерзкой метлой Мусор погонит прочь И словно ночной ковбой Из-за угла выду я, Наступая на лужи И сложит оружие Непобедимая зима И вдруг от запаха И оттолкнувшись от земли Дерзкой ногою Я воспарю метра на два, на три Но и не более, чтоб с непривычки не стучало в ушах над давлением Но и не менее, поскольку хочется летать И одуревший от весны в дальние страны Я полечу сквозь небосклон ночной И, заглядевшись на меня, дворник Степана Спрячет метлу и полетит со мной Так отчего же весь народ ходит как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна Да просто в туче воробьев, дворник Степана В небе висит, значит, пришла весна Спасибо большое! Можно чуть-чуть гитару Георгия приподнять? Чуть-чуть, может быть, только здесь Может быть, только здесь Чуть-чуть ее маловато В зале не знаю Хорошо все слышно? Ну и хорошо тогда Тогда и не надо трогать Почитаем Почитаем, поскольку уже накопилось записок Мы их почитаем Здравствуйте, сегодня волшебный день Мы за сбычу мечт, а вы? А у нас мечты уже сбываются В зале именинница Ирина Ирина Большая Ирина Большая Семья А Ирина Большая Семья А, Ирина Большая Семья Здесь ударение не стоит Я думал, две Ирины Одна маленькая, одна большая В зале именинницы Ирина и Ирина Большая Семья Поздравьте, пожалуйста, песней Спасибо заранее Хорошо, поздравим песней Георгий Леонидович, мы хотим пожаловаться на Алексея Игоревича Жалуйтесь Попробуйте В прошлом отделении проигнорировал нашу записку А, между прочим, мы просили слить песню Кстати, если у кого-то нет бумаги И ручки Не пишите записку Что неудивительно в наше время Вы можете выступать прямо с места Если хотите пожаловаться на Алексея Игоревича Вставайте и говорите все, что о нем думаете Кто-нибудь хочет пожаловаться на Алексея Игоревича? Кто-нибудь хочет пожаловаться на Алексея Игоревича? Алексей Игоревич, так нечестно Отойдите от микрофона Подождите А почему я? Я спрашиваю серьезно Кто-нибудь хочет пожаловаться на Алексея Игоревича? Да, пожалуйста Мы знаем этот голос Это провокатор Ну ладно Хотя пожаловаться на Алексея Игоревича В прошлом отделении он проигнорировал нашу записку А, между прочим, мы просили спеть песню В вокальной инструментальной ассамбле «Вешние воды» Которая называется «Вешние воды» Но я, собственно, ее и спел Там было четыре строчки «Вешние воды весна пришла», «Вешние воды любовь принесла» Все Все остальное было Звукоподобное мычание В сравнении с этими стихами А еще мы просили спеть песню про фиксиков Но ее написали вы Это вам, кстати, записка Поэтому спойте ее, пожалуйста Хорошо На Алексея Игоревича мы уже не рассчитываем Ну-ка, ходи, я пошел А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Между прочим, это самая популярная песня в России Если кто не знает У нас в Ютубе, на канале Ютуб «Фиксики» Я являюсь продюсером этого сериала И одновременно композитором вот этой вот песенки Все, как я говорил А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Так вот, там 1,3 миллиарда просмотров Представляете? 1,3 миллиарда раз просматривали этот сериал И каждый раз А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Это при населении Земли 9 миллиардов Это самая прослушиваемая песня Сколько миллиардов? Что? Сколько миллиардов, спроси 1,3 миллиарда 1,3 миллиарда 1,3 миллиарда 1,3 миллиарда А население Земли Какие-то жалкие там, сколько? 10-12, да, миллиардов? Да, ничего, скоро А представляете, если бы было население 100 миллиардов Сколько бы человек смотрело бы? Я как очень хитрый композитор, да? То есть я не даю детям смотреть сериал, пока они не прослушают песню А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Музыкальный автомат? Никак? Музыкальный автомат? Никак Георгий Леонардович, а вы любите коричневые брюки? Вы знаете, он их до такой степени любит, что меня целый день сегодня убеждал, что он будет в коричневых А делал вот эти и утверждает, что они коричневые Из чего я сделал вывод, что Алексей Игоревич дальтоник, потому что он считает, что это зеленые штаны Мы с ним поспорили, буквально до мордовое тут в перерыве Но здесь свет неправильный Вообще в синем свете все что угодно коричневым выглядит, конечно В синем свете все что угодно выглядит Вы считаете, это синий свет? Нет, красный! Сегодня день открытий, день открытий Просто день открытий Это красный свет, конечно же Красный, видите? Ха-ха-ха Исполните, пожалуйста, цветной настенный календарь Нет, простите, мы не готовились Не готовились К сожалению, друзья, вот болтать мы можем сколько угодно А исполним мы только то, что мы приготовили Потому что... Алексей Игоревич, я очки не взял Прощите, пожалуйста А я типа взял Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Пишите, пожалуйста, крупнее Все встреченные играющие этого мира Играющие меценоногитарей Отказывают спеть мою любимую сыкульскую тоску Может, хоть вы согласитесь И я откажусь Спасибо за концерт И я как все Спасибо за концерт, записка Так он еще не кончился Нет, нет А тут вопрос А когда ближайший благотворительный концерт В исполнении Васи? П.С. коричневые брюки вам очень идут Спасибо, вы меня купили И зеленый, ничего Вы знаете, мы собираемся только на благотворительные концерты Потому что я вообще сейчас не пою И стараюсь этим не зарабатывать Но много благотворительных концертов мы давать не можем Потому что Алексей Игоревич разорит Потому что жадность душит Если честно, то я в первом отделении уже сказал Ну просто время надо на репетиции Вы не представляете себе, сколько это Сколько это занимает времени Особенно с Дюрем Леонидовичем Я давно не читал записок, понимаете Я не привык к этим разным почеркам Алексей Игоревич, Георгий Леонидович Живите долго Главное вовремя остановиться Перестать выходить на сцену Я представляю себе Мы видим, да Даже в доста, не дай бог Здоровья вам и улыбок зрителей Пожалуйста, выступайте вместе чаще Постараемся Все Сейчас Скажите, пожалуйста, об онлайн-фестивале Валерия Кичина «Дубль-2» Он вот позавчера начался httpd2.rg.ru Сказал, если кто запомнил По прошлому году чрезвычайно рекомендую всем это мероприятие Найдите фестиваль «Дубль-2» Валерий Семенович Кичин Замечательный журналист Проводит на сайте российской газеты Очень интересный онлайн-фестиваль современного российского кино Среди тьмы абсолютной мути Которая снимается в нашей стране Там иногда выплывают совершенно приличные фильмы Для Иры Из второго ряда И для большой Иры И для их семьи И для всей семьи Приходит утро в каждый дом Предупреждая птичьим щебетам о том Что бесполезно Дремать, цепляясь за кровать Что пробил час Пора вставать Что бесполезно Дремать, цепляясь за кровать Что пробил час Пора вставать Любовь приходит В каждый дом Предупреждая страстным шепотом О том Что бесполезно Робеть и ухо теребить Что пробил час Пора любить Что бесполезно Робеть и ухо теребить Что пробил час Пора любить Приходят дети В каждый дом Предупреждая Шевеление О том Что бесполезно На ножке крестиком держать Что пробил час Пора рожать Что бесполезно На ножке крестиком держать Что пробил час Пора рожать Субтитры подогнал «Симон» Приходит счастье В каждый дом Предупреждая Чем-то крохотным О том Что бесполезно В тоске за что ревать окно Что пробил час Что вот оно Что бесполезно В тоске за что ревать окно Что пробил час Что вот оно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ой, спасибо. А это всё? Тебе придётся долго рассказывать, я инструмент забыл. Я инструмент забыл. Можно я заинструмен? Я забыл инструмент. Мы сейчас играть будем на инструмент. Это была шутка насчёт того, что я не могу прочесть. Я могу. А может, столько людей не существует? Или вы и фиксиков посчитали? Нет, честное слово. Один миллиард триста миллионов просмотров. Абсолютно честное слово. Кстати, о фиксиках. Вот сейчас мы как раз споём песенку, которая звучала в сериале. Но не полностью. Там буквально по полкуплетика она несколько раз звучала. А хочется её исполнить целиком. Потому что она из всего, что я сочинил за последние годы, из массы детских песен, которые я придумал. Алексею Игоревичу нравится именно это. Он настолько вдохновился этой песней, что он её разучил без моего участия. И даже научился играть. Правда, не на гитаре, а на чехле от гитары. Собственно, вот он за ним и пошёл. Как вы знаете, фиксики... Или кто-то не знает? Как вы знаете, фиксики – это маленькие человечки, примерно такого размера, в сто раз меньше людей, которые живут в машинах и приборах и чинят их изнутри. Они такие мастера своего дела. И поэтому мы для них сочиняем... Ну, мы без Алексея Игоревича. То есть я и ещё целый ряд композиторов. Андрей Усачёв, Игорь Шевчук, Алина Симонова. Композиторов, поэтов. Мы сочиняем песни, которые называются «Фиксипелки». У меня ни разу не получилось ни одной «Фиксипелки». У меня просто не получается. Бывают вот... Я про любовь могу. Про «Фиксипелок» не получается. Это потому, что у вас ещё внуков нет. Это правда. Вот. Одна из «Фиксипелок»... Да, «Фиксипелки» – это любимые песни фиксиков, и в них фигурируют какие-то вещи всегда, какие-то инструменты, вещи какие-то. Ну, песни про холодильник, песни про телевизор, песни про пылесос. Вот это будет песня про инструменты. Саундчек. Можно чек? Саундчек. Идёт? В народе она называется «Песня про пассатижи». Можно? Можно. Пассатижи – смешной инструмент, что угодно прищемит в момент. «Песня про пассатижи». Только пальцы береги, пальцы людям дороги, Пассатижи – смешной инструмент. «Песня про пассатижи» «Песня про пассатижи». Только пальцы береги, пальцы людям дороги, Песня про пассатижи – смешной инструмент. «Песня про пассатижи». Только пальцы береги, Песня про пассатижи – смешной инструмент. «Песня про пассатижи» «Песня про пассатижи». «Песня про пассатижи». «Песня про пассатижи». Пальцы людям дороги, 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 они дороги. Вообще-то мы, конечно, собирались сегодня спеть буквально там 4-5 песен, из тех, которые я помню. Но Алексей Игоревич совершил подвиг. Он разучил песни, которые я знал, а он не знал. Но дело в том, что за то время, пока мы вместе не выступали, каждый из нас по отдельности насочинял какую-то огромную массу песен, буквально десятки песен, по отдельности с другими авторами. А сейчас Алексей Игоревич поможет мне спеть одну песню, которую я написал на стихи Леонида Соловьева. Но вы не знаете такого автора, наверное, потому что он совершенно неизвестен как поэт. Он известен как романист. Он написал знаменитую повесть о Хаджи на Средине. И вот перечитывая в очередной раз свою любимую книжку, перечитывая в очередной раз свою любимую книжку, я наткнулся на очень интересные стихи. Это песня Хаджи на Средина. Я там немножечко переделал слова, и получилась вот такая песня. Я спою, собственно, за Насредина. А Алексей Игоревич, естественно, вы догадываетесь, за кого он будет петь. Потому что трудно представить себе Насредина без его верного друга. Да вы догадались, кто. А все знают, кто такой Хаджа Насредин? А знают, кто у него друг? А все знают, кто такой Ишанг? Кто не знает, сейчас узнает. Да поля растут для меня, И поля цветут для меня, Соловей поет для меня, Потому что я человек. И орык бежит для меня, И пчела жужжит для меня, Извинить душа у меня, Потому что я человек. Есть у меня Эти горы, Это небо, Есть у меня Мой шаг, Урюк, чурек. Все для меня, Где я был и где я не был, Все для меня, Потому что я счастливый человек. И вода блестит, вода для меня, И мычат стада для меня, И года не старят меня, Потому что я человек. Толчья вокруг для меня, Каждый встречный друг для меня, И зовет дорога меня, Потому что я человек. Есть у меня Эти горы, Это небо, Есть у меня Мой шаг, Урюк, чурек. Все для меня, Где я был и где я не был, Все для меня, Потому что я счастливый человек. Для меня Потому что я счастливый человек, Для меня Для меня, потому что я счастливый человек, 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 человек. У моей мамы скоро день рождения, у моей мамы тоже скоро день рождения, 8 ноября. Напишите ей ту же песенку, пожалуйста. Написано очень трогательным детским почерком. Мама Катя, давайте мы напишем тебе нашу песенку. Мы можем успеть к 8 ноября, но боюсь, что раньше можем не успеть. Мы не очень громко орали сейчас. Нормально? Там под колонками, конечно, очень некомфортно. Я видел, как люди морщились. Ну, это не от громкости, это не от громкости. Что, мы еще и в ноты не попадали? За себя я отвечаю, я не попал ни в одну. У меня передо мной такая задача, собственно, стояла, не попадать в ноты. Ладно, мы сейчас поем совсем тихую песню, требующую небольшого предисловия. Это песня, которую не писал ни я, ни Алексей Игоревич. Бывают такие песни. Среди них немало очень хороших. Я думаю, что в этом зале сидит довольно много людей, которые приветствуют присоединение Крыма к России. А есть люди, которые не приветствуют. Более того, они просто не приветствуют, а они против, а эти за. И вообще происходит такая очень сильная поляризация в обществе, в том числе и под давлением средств массовой информации. Ну, наверное, ни одного человека не найдется в этом зале, который бы приветствовал смерть, приветствовал войну, приветствовал то, что гибнут люди, дети, остаются без родителей, люди, остаются без своих домов. Это, конечно, ужасная трагедия, которая происходит на наших глазах и при нашем участии непосредственно. Мы хотим спеть песню, которая была написана сто лет назад. Не поверите, сто лет назад. Стихи ее написал немецкий солдат, который в свое время отправлялся еще в Первую мировую войну на Восточный фронт. Музыку к ней уже подписали в более поздние времена, в 30-х годах. Я не буду объявлять композитора, поэта, чтобы не засорять вам голову. Посмотрите в интернете, если вам будет интересно. А песня называется «Лили Марлен». Это самая известная песня про любовь и одновременно антивоенная песня, песня, которую пели по обе стороны фронта. Англичане хотели запретить эту песню, потому что английские солдаты пели ее по-немецки, потом додумались перевести на английский язык. И она стала английской антивоенной песней. А Геббельс чуть не посадил, вернее, даже посадил исполнительницу этой песни за ненемецкое поведение, за то, что песня, которую она пела, была слишком упаднической. Но немецкие солдаты потребовали, чтобы песню вернули и ее исполняли. Ее вещали на оккупированной территории каждый день перед отбоем. Ее слушали англичане, французы, американцы, немцы. Она дошла и до нас, ее перевели на русский язык. Мы ее знаем в исполнении Лели Марлен. Марлен Дитрих. Да, Марлен Дитрих, и песня эта называется «Лели Марлен». Она была переведена несколькими поэтами, и один из переводов – это абсолютно блистательный перевод Иосифа Бродского. Возле казармы в свете фонаря, кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен. Лили Марлен. С тобой, Лили Марлен. Лили Марлен. С тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги. Лишь разрешили б мне взамен под фонарем стоять вдвоем. Лили Марлен. С тобой, Лили Марлен. Лили Марлен. Лили Марлен. Лили Марлен. Лили Марлен. Лили Марлен. Меня любви Марлен, меня любви Марлен. Я опять на медне одичал, где же вы, здоровые задатки. Раздражаться стал по мелочам, стал прощать большие недостатки. Да неужто снова началось, вновь садом дурдом неразбериха. То ли радость это, то ли злость, все смешалось, все сплелось, лихо, мое лихо. Так жена рвет в ярости чулки, потеряв надежду их заштопать. Так автопилоту вопреки самолет нырком уходит в штопор. Так баран с тупым упорством бьет, черным лбом, а бы сгорать кошары. Я поплыл, я тронулся, как лед, и ночами напролет снятся мне кошмары. Отгоняя прочь ночную жуть, я с утра до вечера корячусь. Как шахтер продукт произвожу, и в работе, как в полоте прячусь. Исчезаю, став себя в наем, как ночной туман на дне врага. Чтоб не видеть света даже днем, а гори она огнем, вся эта шарага, гори она огнем, вся эта шарага. Я зажат, я зажат. Железные тиски я хреблю заезженной пластинкой, А желанья рвут меня в куски, и ревут животные инстинкты, и топочут дикие стада. Я верчусь, мечусь, впадаю в детство, думал, дурь мою уймут года. От нее не деться, выходит никуда, от нее не деться. Аплодисменты. В целом, получается, потому что песни неповторимы, а жизнь все время повторяется. Помнится, в 98-м году было плохо, паника была. В 2008-м году опять доллар стал рушиться, опять было плохо, все забегали. Я не вспоминаю, что было в 89-м, 91-м. Да, совершенно верно. И вот одна песня, которая была написана еще во времена перестройки практически, она к любому кризису применима. Потому что происходит всегда одно и то же. Происходит всегда одно и то же. Доллар отражает, рубль дешевеет, цены растут, зарплаты не растут. Все паникуют. Все паникуют, да. А в этот кризис еще страшнее. В этот кризис еще и нефть подешевела. Про которую мы раньше вообще ничего не знали. Основа нашего благосостояния подешевела. Аж перестройку мы и про доллар ничего не знали. Понимаете? Но самое удивительное, что этот кризис вообще очень сильно отличается от все прошлые разы. Я помню панику, общую панику, общие вопли, как так, там, цены растут, зарплаты не растут, давайте зарплаты поднимать. Все это было. В этот раз никто не орет. Всем все нравится. Все хорошо. Удивительная совершенно. Удивительная, удивительная история. Я не понимаю даже, что происходит. Вернее, я понимаю, что происходит, потому что мы ведь готовы потерпеть любые неудобства. Тем более, что недолго осталось. Почему недолго? Мы уже пожилые люди. Нет, я не про это. Я надеюсь, я этот кризис еще переживу. Не знаю, как вы, я собираюсь этот кризис пережить. Я просто к тому, что мы ради великой идеи мы всегда готовы терпеть. А идея какая? Ну, это неважно какая. Ну, там, освоение целины, запуск человека в космос, там, не знаю, территориальные приобретения, военные победы. Это не имеет значения, какая идея. Главное, чтобы была идея. Потому что если есть идея, то мы себя уважаем, и нас все уважают. Это главное, чтобы нас все уважали. Боялись, а значит, уважали. Я вас уважаю, Георгий Иванович. Спасибо. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Мне вспомнилось... Вот, кстати, Пушкин тоже был хороший поэт. Причем, что характерно, это очень кстати. Кстати, так. Это вы меня ввели в виду? Он тоже писал нетленку. Заметьте, он тоже писал нетленку. Он писал стихотворения, которые можно применять... Правильно. Это он написал. Души и прекрасные поры. Не-не-не. Это он написал. Вспомните. Вспомните. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог... Что он сделал? Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. То есть, когда мы себя плохо чувствуем, надо заставить себя уважать. И тогда мы будем чувствовать себя лучше. Вот эта песня о Пушкинском рецепте. Написанная 25 лет назад Георгием Леонардовичем и несколько месяцев назад Георгием Леонардовичем уже по зову сердца переписана. Отреставрирование. Там легчайшая реставрация. А можно мою гитару чуть потише в мониторах сделать? Потому что мне все время кажется, что я очень громко играю. И тихо пою. Поэтому я стараюсь орать. Георгия в мониторах гитару нужно прибрать, а голос его в мониторах нужно поднять. Причем довольно значительно. Вы смелый экспериментатор. Ничего страшного. Эх, хозяин, ты малый, не промах. Мы в какой тональность сыграем? В то же, что и 25 лет назад, Георгий Леонардович. Тональность надо было помнить. Эх, хозяин, ты малый, не промах. С легким нимбом вокруг головы. Ты швец, ты жнец. И граблями гребец. И оралом орец. Огрынись на свое, на хозяйство. В нем, пардон, происходит фигня. Это полный предел положения дел. Не бодрит ни тебя, ни меня. О, родная земля. О, люли, о-ля-ля. Удобряются твои поля, ла-ля-ля. Широка ты страна. Цоп-цове, мани-ма. Я другой такой страны не знаю. Ах, не так все теперь, как бывало. Не хотят колоситься хлеба. И рекой, и калачи не текут из печи. Видно, чем-то забилась труба. От скотины ни шерсти, ни мяса. Не растет поголовье ее. Хоть пугливых овец запугал ты в конец. И поставил быков под ружье. Далеко, далеко на лугу пасутся ко. И дают кому-то молоко. Мясные стада. Дебудуду, беда. Нам теперь такого не беда. Ах, не топай так страшно ногами. И зазря кулаком не грози. Гуси все на югах. А собаки в бегах. Ни друзей, ни соседей вблизи. Эй, хозяин, ядрена, матрена. Не убитый двора своего. Ведь не только меня. Скоро эта бегня Не устроит уже никого. И еще одна антикризисная песня. В ней вообще ни слова не поменена. Вообще она была посвящена не нынешнему кризису, а какому-то абстрактному экологическому кризису. Обратите внимание на последний куплет. Это наш ответ тем, кто собирается валить из нашей страны, убоявшись трудностей. Уважаемый Георгионович, жалею, но вы неверно комментируете строк из Евгения Нинга. Уважать себя заставил. Значит, умер. Это иносказание. На вроде как двинул коньки, сыграл в ящик. Нет, вы знаете, это не так. Дело в том, что дальше там, в четвертой, уже в пятой, шестой строчке, описывается, как, собственно, Евгений поехал за дядей ухаживать. А если он, как вы выражаетесь, двинул коньки, то Евгению не было смысла туда ехать. Мы посвятим этому определенное время после концерта с интересующимися. Мы можем разобрать Евгения Нинга. Но мысль интересная. Я никогда не думал, что Евгений Нинга мог поехать ухаживать за мертвым дядюшкой. Это меняет смысл произведения. Итак, еще одна песня, антикризисная, наш инкредит тем, кто собирается ввалить. Я плыву на катере, Крую всех по матери. Отчего же, отчего Нет воды в Форватере. Но скриже щит по камням, Стон стоит по пристаням. Там, слезами умываясь, Рыба требует ням-ням. Вместо корма ей везут Отработанный мазут. Везут. Рыба плавниками бьет, Птица рыбу не клюет. И от голоду немедля Богу душу отдает. Звери и птицы, не поев, Умирают, околев. Не поев, У клещей и прочих блох Рацион из рук вон плох, Потому что мир животных Преимущественно сдох. Гнус в отсутствии зверей, Кровь сосет из хигерей. Сатанеют егеря И окурками саря, Невзирая на пожары, Нервно курят, почем зря. Дым встает под небеса, То горят, горят леса. Без растительных пород Исчезает кислород, А без зонова, без газу Задыхается народ. Задыхается народ. По колхозам ненарод. Я на палубе стою, Плохо себя чувствую. Я на палубе стою, Плохо себя чувствую. Ах, мне бы, 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 Бы плыть. Отсели на катере, Эх, раз такой-то матери, Да видать не суждено, Нет воды порвать рей. Эх, да видать не суждено, Нет воды порвать рей. У-у-у-у, Спокойте, пожалуйста, Бережкариков. Про пиво, про Бережкарика, что прохожу на середину, есть целый мюзикл. Прохожу на середину, нет целого мюзикла, есть где-то половина. Он врет, есть. Уже почти есть целый мюзикл. Тут портрет наш, групповой. Групповый портрет, нарисованный рукой мастера. Написано, вы молодцы, это вы, спасибо за концерт. Спасибо, мастер. Спасибо вам. Насчет Бережкариков я не уверен, потому что мы их не репетировали, а вот по скриптам тут суровый очень. Алексей Викторович, вы полный тезка моего учителя по математике, я вас тоже очень боюсь. А он тоже Алексей Викторович Ивашенко. Ну не бойтесь меня, я Игоревич и не Викторович. Викторовичи они все страшные, а Игоревичи добрые. Ну что, все, мы отчитали записки, пожалуйста, больше не присылайте. Если еще есть вопросы, пожалуйста, в устной форме, потому что мы больше записки читать уже не будем. Мы уже приближаемся к завершению. Удивительное дело. А просто спеть нельзя? Просто спеть нельзя. Просто спеть нельзя. Я хочу сказать, что наконец-то пришел, пробил час, детский час. Дело в том, что у нас в репертуаре практически нет детских песен. Колыбельные? Да, это практически колыбельные. Но почему-то, почему-то, раз за разом, и когда мы выступали вдвоем, и когда я один сейчас выступаю, практически на каждом концерте приходит записка, написанная детским почерком, с просьбой спеть эту песню. Дети. Если она вам правда так нравится, то вот слушайте ее, а потом уже засыпайте. Почему-то она нравится детям. Если климат тяжел или враждебен астрал, Если поезд ушел и все рельсы забрал, Если пусто в душе и не любит никто. Это значит, это значит, означает это что? Пора по пиву, пора, пора по пиву, пора, пора по пиву, пора. С ним не берет мороз и не страшна жара Пора по пиву, по пиву, по пиву пора С ним не берет мороз и не страшна жара Если все по уму и здоровье заряд Если веришь всему, что вокруг говорят Если хочется жить лет как минимум сто Это значит, это значит, означает это что Пора по пиву, пора, пора по пиву, пора Пора по пиву, пора С ним не берет мороз И не страшна жара Если жажда томит И на уме лишь одно И как будто магнит И жидкость действует Но если сладость прийти И если водка не то Это значит Пора по пиву, пора Пора по пиву, пора Пора по пиву, пора Пора по пиву, по пиву, по пиву Пора С ним не берет мороз И не страшна жара Пора по пиву, по пиву, по пиву Пора С ним не берет мороз И остеохондроз С ним не страшна жара Гиб-гиб ему ура А сейчас нам потребуется Сейчас нам потребуется Ваша помощь Это будет специальная песня Африканская народная песня Первый раз я ее услышал в Кении Африканская 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 Вообще-то она изначально Была написана на суахиле Но мы ее перевели На русский язык Хотя знаменитые слова Этой песни Известны практически всем Знаете такое выражение Акуна Матата Ну вот собственно Это слова этой песни Акуна Значит Акуна Матата Примерно переводится Типа как Ну В общем Не парься То есть Все что хорошо А все что плохо То ничего Нормально Сойдет То есть Акуна это не А Матата Парься Примерно так Можно перевести Или Акуна это все А Матата это нормально Есть много вариантов Многозначные слова В суахиле Смотрите Я вам сейчас Я вам сейчас напою немножечко Вот Главное что Песню можно петь Про что угодно Первое что в голову приходит Про него про это можно петь Мы сейчас так и будем петь Мы сейчас так и будем петь Но при вашей поддержке Если можно Смотрите Значит Припев у нее такой Акуна Акуна Матата 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 Запомнили слова? И мелодия такая простая Давайте Давайте Теперь просто Вы там Нам немножечко Чуть-чуть Подворхуйте Так Давайте Раз Два Три Классно. Очень красиво. Жаль, что вы этого не слышите. Но это еще не все. Значит, мы будем выкрикивать отдельные слова. Это был припев. В запеве мы будем выкрикивать отдельные слова, не связанные. Которые будут приходить нам в голову. Да. А вы должны как бы... Оценивать их. Оценивать их. То есть сначала удивиться, а потом согласиться. Ну, например, там мы выкрикиваем какое-то слово «Елки». Вы говорите «У-у-у». Мы поем дальше. А мы поем «Это круто». Ну, это круто, а вы говорите. Да. Ну, в общем, вы там... Сейчас поберем, давайте мы на «Елках». Если прям с «Елки», давай попробуем. На «Елки». Там пойдем. «Елки». «У-у-у». «Это круто». «Да». «Палки». «Да». «Это круто». «Да». «Моталки». «Это круто». «Да». «Вот что не круто, так это суета». Акуна-матата... Ну вот, теперь вы готовы. Вы готовы к исполнению песни. А сейчас мы вместе с вами... Вот, к чему мы готовились. Сейчас я вам объясню, к чему мы готовились. Вы помните, в связи с чем мы сегодня собрались? это благотворительный концерт мы собираем деньги на памятный знак юрию висбору кстати совершенно замечательные идеи я бы лучше собирал деньги на памятный знак а вот а второй проект классный совершенно там тот дом на котором собираются установить знак памятный знак юрию висбору этот дом торцом выходит на садовое кольцо и там есть идея расписать этот торец граффити даст словами 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 из песен юрия висбора там лыжу печки стоят не верь разлукам старина да там не знаю там чтобы садовое кольцо не забывал эти слова зато мы делаем ракеты это было бы здорово это был бы классный памятник если бы удалось собрать на это деньги да так вот мы сейчас с вами мы сейчас с вами сделаем такой краткую экскурсию по песням висбора такой путеводитель по песням висбор или висбропедия такая к очень краткая а самое главное что она практически перевод суахили и и мне кажется мне кажется эта песня эта песня настолько ложится на стихи висбора потому что ну что такое стихи висбор это штуку и висбор вообще висбор это человек который самые душные времена думала хорошим и давал нам понять что в целом жена прекрасно он думал о вещах о вещах нетленных о вещах которые которые вечные переживут любой режим в общем он жил по принципу и творил по принципу окон и мотата вот здесь тональность новая мне я суахильскую не помню а а и 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 Морик — это круто! Море — это круто! Горы — это круто! Вот что не круто, так это суета! Встречи! Это круто! Дорога — это круто! Ночная — это вообще круто! А что не круто, так это суета! Акунаматата, акунаматата! Акунаматата, акунаматата! Акунаматата, акунаматата! Акунаматата, акунаматата Лыжи, это круто У печки, это круто Стоят, это круто Вот что не круто, так это суета Акунаматата, акунаматата Акунаматата, акунаматата Акуна-матата, акуна-матата Ракеты! Это круто! Балеты! Это круто! Планеты! Это круто! Вот что не круто, так это суета Акуна-матата, акуна-матата Акуна-матата, акуна-матата Песни! Это круто! Хором! Это круто! Висбор! Это круто! А что не висбор, так это суета Акунаматата, Акунаматата Акунаматата Я знаю, что к стулу еще не прирос И жизнь не загнан в занюханный угол И бросить дела для меня не вопрос Вот только немножко со временем дуга Я буду сдувать с отдуванчиков дым И вот от штормовки пропитывать потом И собственным телом, да более родным Кормить комаров по таежным болотам Ходить за грибами с разинутым ртом Ходить на медведя с двумя стволами И все это будет, но только потом Когда я чуть-чуть расквитаюсь делами Я буду под дождиком песни орать И жечь костерок, чтобы дым кромыслом И водку бессмысленно больше не жрать А жрать ее только с особенным смыслом Вдыхать через нос, выдыхать через рот С природой родня, с генетическим кодом Из всех предлагаемых прав и свобод Себе выбирая лесную свободу И чувствовать там от тебя вдалеке Огромную разницу между полами И пыл остужать в безымянной реке Вот только сперва расквитаться с делами Я знаю, что моя голубая мечта Железной трубой начала накрываться И прикус не дот, и осанка не та И все тяжелее от дела оторваться Но точно я знаю, что время придет Когда перестану толочь ступи воду Когда я почувствую полный вперед Когда, наконец, обрету я свободу Чтобы нервно уже никуда не бежать И больше не жить в этом жутком бедламе А в тапочках белых спокойно лежать Всполна расквитавшись со всеми делами Большое спасибо Это практически все, что мы на данный момент умеем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, тогда смертельный трюк исполняется Одна из наших самых первых песен Вот ее мы и закончим Я в метрополитен пустой Проникну легко И ноль часов часы пробьют И новый виток начнет земля И фотоэлемент меня узнает И пропустит без пятаков Я слишком часто здесь бываю после нуля И милиционер-хитрец Не тронет меня Ведь я не хулиган, не пьян Я скромно шагаю по прямой А то, что я пою немножко громко Это тоже можно понять Я просто возвращаюсь слишком поздно домой Вновь вагон забоет, как тромбон То ли на пересадку манит То ли просто тихо зевает Перед тем, как спать идти Прямо перед депо меня Оставит и провалив в тоннеле Дядя в кепочке с гербом Мне почему-то хитро глянет след Как будто все понимает И замрет на полпути Старая скала трусов Я выйду из дверей метро И выключат свет Автобус подберет меня В последний ночной маршрут спеша И словно таракан по темной кухне По ночной усталой Москве На четырех колесах проползу я шурша И свой запомный ключ найду В углу потайном Замок теплору не узнав Откроется мягко, без щелчка На цепочках пройду по коридору И простит меня старый вон За то, что задержался я сегодня слегка У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Возвращаюсь только сюда Я верю, что мой ключ лежит В углу потайно Я знаю по шагам меня Замок распознаем без труда Но каждый раз в метро в пустом вагоне Я мечтаю лишь об одном Ах, только бы и в этот раз Мне не опоздать Ах, только бы и в этот раз Мне не опоздать Ах, только бы и в этот раз Мне не опоздать Ах, только бы и в этот раз Ах, только бы и в этот раз